Хей, друзья мои! Всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4! Давненько мы с вами не строили небольшие миниатюрные домики, и как раз сегодняшний вариант идеально подходит под категорию Tiny Living. Размер этого домика всего лишь 36 клеточек, и в нем есть гостиная, спальня, столовая, кухня, ванная комната и, конечно же, небольшой дворик. Я решила разместить этот домик на участке 20х20, который находится в Винденбурге. Мне кажется, что этот участок идеально подходит этому домику, он находится в лесу, и из окон этого дома открывается просто нереально шикарный вид. И сейчас я вам кратенько расскажу историю этого домика. К сожалению, схемы этого домика не было, поэтому я решила придумать свою собственную схему. Я полистала различные маленькие домики, посмотрела, какие есть варианты. Конечно, большинство этих домиков со вторым этажом, знаете, есть такие домики, в которых под крышей размещается спальня. Мы с вами уже как-то экспериментировали и пробовали строить такие домики, а-ля спальня на чердаке, я так понимаю, что это называется. Но, к сожалению, у нас нет чердаков. Пожалуйста, Sims 4, я вас очень прошу, пожалуйста, добавьте возможность строить треугольные окна и чердаки. Пожалуйста, ребят, давайте скрестим пальчики. Я надеюсь, что этот ролик выйдет не тогда, когда и чердаки, и треугольные крыши... Точнее, не крыши, крыши у нас так треугольные. И окна вышли, поэтому давайте, ребята, будем надеяться, будет просто очень смешно, если я буду просить в этом ролике, когда они уже появились в игре. В общем, я надеюсь, что они еще не появились. И я думаю, что вы меня тоже поддержите, потому что вот эти вот чердачные спальни смотрятся очень и очень круто. Но я прикинула, что в этом домике лучше не экспериментировать со вторым этажом, потому что мне не очень нравится, как это все выглядит. Получается, мы с вами должны разместить второй этаж еще, и он у нас будет такой вот слишком вытянутый. Поэтому я решила все разместить на одном этаже. И для того, чтобы у нас получилась спальня-гостиная, я использовала вот этот вот раскладной диван. Ребята, вы будете смеяться. Я несколько роликов выкладывала в ТикТок, где строила небольшие домики и использовала как раз вот эту вот кровать-диван. И каждый второй человек практически меня спрашивал, Даш, почему у тебя нет спальни? Где спальня? Где симы будут спать? То есть я так понимаю, что очень многие не знают о том, что в игре Sims 4, по-моему, уже года 3, если я не ошибаюсь. Может и 4, я уже путаюсь немного в датах. Может быть, даже 4, скорее всего. В общем, есть раскладные кровати. Да, к сожалению, почему-то разработчики дальше как бы в этом направлении не продвинулись. То есть у нас есть одна, грубо говоря, кровать, и вот эта вот раскладная, и все. То есть каких-то еще вариантов у нас нет. Но они есть, ребят. Если у вас этого набора нет, он называется Tiny Living или Компактная жизнь, обязательно купите, потому что он просто топовый. Это один из моих самых-самых любимых наборов. Так как мне не хотелось, чтобы здесь все было очень скучно, я решила разместить платформы. В принципе, можно было бы, конечно, еще поэкспериментировать с платформами, но, кстати, по поводу платформ. У меня был очень странный баг, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я решила, что у нас будет стеклянная крыша над кухней. Над спальней мне не очень хотелось. Я там использовала вот эти вот треугольные окна, скаченные, да, это доп. материалы. И я решила разместить стеклянную крышу. И вот в чем проблема. Когда я ее размещала и убирала, получается, потолок, у меня почему-то было ощущение, что вот эта вот крыша, она висит в воздухе. То есть у меня получалась такая вот уродливая щель, и она выглядела, конечно, ужасно. Каким-то чудом мне удалось избежать этой щели, но я вам советую, всегда проверяйте. Почему-то она появлялась, когда я ставила стены и ставила платформы. Поэтому будьте аккуратны, почему-то раньше таких багов у меня не было. Например, я использовала просто обычную стеклянную крышу, ну вот когда мы строим какие-то там, не знаю, оранжереи. У меня просто пропадает потолок, и все окей. А тут почему-то был дурацкий баг, поэтому будьте внимательны, ребята, иначе можете тоже видеть вот эту вот левитирующую крышу. По поводу вообще размещения вот этой всей мебели, вы не поверите, я потратила два дня. Первый день я строила этот дом, мне он вообще не понравился, я все снесла, и решила, что нет, я так размещать все не буду. Знаете, с одной стороны, я очень люблю компактные заставленные домики. Ну, есть у меня такая любовь, я их очень сильно люблю, но с другой стороны, я понимаю, насколько это муторно, когда у тебя очень маленький домик, и тебе хочется, чтобы оно выглядело красиво, но с другой стороны, оно могло использоваться нашими симами. А с этим, как вы знаете, бывают проблемы, поэтому нужно очень много экспериментировать. Но с другой стороны, вы можете придумать какую-то новую крутую идею, и у вас все получится. Я решила здесь разместить вот такую вот, как вы видите, вот эту вот кровать вместе с ящиками, полками, то есть, чтобы у нас получилось как будто бы одно целое, но я думаю, вы тоже ловите такой же кринж, как и я, видя вот эти разные оттенки дерева. Ненавижу разные оттенки дерева. Я уж думала плюнуть и сделать все либо черного цвета, либо белого, потому что я как-то вижу, что они все отличаются. Ну, не знаю. Мне оно почему-то все ужасно-ужасно не нравится. Я решила, что этот домик будет такой, знаете, отпускной вариант, то есть, куда может симы могут приезжать в отпуск, хотя можно здесь и жить, я не знаю, может быть, ваши симы захотят жить в этом доме. И, кстати, еще один момент. Я думаю, что вы обратили внимание на превьюшки, я разместила как раз этот домик, что там сам дом как будто бы обернут в дерево. Я перерыла все крыши, которые у нас у меня есть, и поняла, что у нас нет деревянной крыши. Ну, точнее, крыши, которые будут идеально совпадать со стенками. Поэтому я решила создать собственную крышу, то есть, вот это вот покрытие, которое я использовала на стене, я его перенесла на крышу. Ну, в принципе, по-моему, получилось очень даже похоже. И, кстати, тут вы сейчас видите, как я размещаю в последнее время предметы, потому что мне очень нравится использовать вот эти вот красные полочки. Да, можно и без них. Можно поднимать с помощью девятки и нолика опускать, можно перемещать с помощью, когда вы поставили предмет, потом переместили другой предмет, туда-сюда, туда-сюда. Я показывала и в ТикТоке, как это делается, и как это делается я показывала на Ютубе. Мы на стримах постоянно это используем. Но красная полочка – это топовая тема. Кому интересно, что это за полочка, я записывала отдельно ролик, я оставляла там ссылку, поэтому заходите, скачивайте. Это очень удобно. Да, это доп-контент, но он бесплатный, и я ничего не вижу в этом плохого. Тем более, что с помощью вот этой красной полки вы реально можете очень красиво все поразмещать, и выглядеть у вас будет достаточно интересно. То есть, вот видите, вы можете на полочке разместить разные предметы, разные, допустим, там, и какие-то баночки, и скляночки, и прочее. Теперь мы с вами переходим на улицу. Кстати, как вы видите, я использовала платформы. Почему я использовала платформы? Во-первых, у меня здесь средняя высота потолков. То есть, здесь у меня не низкие потолки, ну, грубо говоря, будем так говорить, а высокие. Точнее, средняя высота. Почему я так сделала? Во-первых, мне нужно было сделать вот такие вот, подъем вот такой вот в виде, такой вот грубоватой лесенки, будем так его называть. Я не захотела использовать обычную лестницу, я решилась взять лестницу с платформ, и из-за того, что мне нужно было, чтобы вот эти вот окна идеально совпадали практически с дверью, то есть как бы перетекали одно в другое, мне пришлось использовать среднюю высоту, ну и немножечко поиграться с высотой вот этих вот платформ, потому что в противном случае смотрелась она так себе. Еще один момент, с которым я столкнулась, это, конечно, вот видите, я сейчас уже украшала, все это размещала, вот это вот пропадание потолка, это было что-то с чем-то, вы не представляете, сколько я вот с этим всем игралась, и, кстати, да, по поводу окон, к сожалению, я перерыла весь The Sims ресурс, и вообще все перерыла весь гугл, искала окна, которые подойдут под картинку, которую вы видели на превью, и таких окон нет, ну вот прям вот таких вот, как на превьюшке, их нет, поэтому я решила уже использовать те окна, которые у меня есть, да, они как бы похожи, да, там есть несколько дополнительных перекладин, но в целом, мне кажется, что эти окна, ну прям почти идеально подходят, потому что есть еще ряд окон, которые выглядят как такие вот квадратики, то есть как бы треугольничек с квадратиками, и, честно говоря, мне такие варианты гораздо меньше нравились, не захотела их использовать, так как здесь рядышком у нас есть озеро, слушайте, Винденбург стоит на чем? На озере? На море? На реке? Напишите, пожалуйста, в комментариях, где он стоит. Я решила добавить вот такой вот пикап, и к нему я приделала вот эту лодку, кстати, очень долго искала вот эту вот штуковину, которая, ну короче, то, на чем транспортируют лодку, я знаю, что я могу путаться, и потом, когда я это нашла в режиме отладки, это даже не в отладке, а в режиме редактирования жизни, то понятное дело, что я решила сверху разместить лодку, ну как будто бы сюда, может быть, приехали отдохнуть, взяли лодочку, там порыбачить, просто отдохнуть, поплавать, и мне кажется, что смотрится все это очень и очень даже здорово. Ну что, мы сейчас с вами будем отправляться на экскурсию, посмотрите, что у меня в итоге получилось. Домик действительно очень маленький, то есть если убрать вот этот вот порожек, то получается 36 клеточек. Можно, конечно, было сделать его еще меньше, но мне хотелось, чтобы был хоть какой-то, знаете, ну элемент передвижения у симов, чтобы они просто не зашли и все вышли. А у них здесь есть хоть какое-то, знаете, размещение, маневренность, скажем так, перемещение по домику. Значит, у нас здесь есть такой небольшой заросший дворик, я решила здесь оставить более заросший, туда можно добавить ступеньки, но скорее там более декоративный дворик. Здесь у нас наша гостиная, с этой стороны, видите, у нас и кашпо висят, и всякие украшения, есть зеркало, есть старенький телевизор, есть вот такая вот печка, здесь у нас раскладной диван, ребята, он раскладывается в кровать, раскладывается в кровать, не переживайте, нашим симам будет где спать. Здесь у нас кухня, мне последним временем очень нравится использовать красный цвет в декоре, ну вот не знаю, вот такие вот, знаете, красные акценты, ну вот нравится и все, учитывая, что у нас здесь просто такое вот теплое дерево, белое, черный и вот этот вот красный. Здесь у нас стеклянная крыша, несколько полочек, кстати, полочки смотрятся круто, особенно если вы их заполните всякими молочевками, то, ну, мне кажется, что с полочками даже интереснее, чем с теми готовыми, которые есть в игре. Здесь у нас перегородка в виде окна, ну и тут у нас туалет, раковина, понятное дело, и всякие флакончики. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, и я надеюсь, что вы не забыли поставить лайк, подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить новые интересные видео. До скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok